Прежде чем приступать к формулировке основных законов динамики, законов Ньютона, мне придется признаться в том, что существует несколько подходов к формулировке этих законов. Ни один из этих подходов не является абсолютно идеальным. Одни подходы имеют одни недостатки и одни преимущества, другие имеют другие преимущества, но не свободны от недостатков. Дело в том, что школьная формулировка законов Ньютона известна всем. Вся проблема состоит в том, какой смысл мы вкладываем в те слова, которые давным-давно уже выучили, читая школьный учебник. Каждый из нас знает, что сила равна произведению массы на ускорение. И это знаменитое выражение как-то связано со вторым законом Ньютона. Каждый из нас знает, что действие равно противодействию, что математически можно записать как f1,2 равняется минус f2,1. Весь вопрос в том, какие слова нужно сказать для обоснования этих хорошо известных законов. Сложность состоит в том, что в написанных соотношениях на сегодняшний день у нас с вами в рамках нашего курса, который следует за курсом кинематики, определена только одна величина – это ускорение. Мы все помним, что ускорение – это скорость изменения скорости. А скорость, в свою очередь, – это скорость изменения радиус-вектора. Что такое радиус-вектор и что такое время, необходимое для вычисления скоростей, мы договорились. Время, грубо говоря, это то, что измеряется часами. Радиус-вектор, грубо говоря, это три числа, три расстояния, которые измеряются с помощью линейки. Но вот вся проблема состоит в том, что масса тела пока еще не определена. Также и не определен вектор силы. И нам нужно приступить к определению этих величин. При этом нам потребуется несколько дополнительных новых понятий. Таких понятий, как свободное тело, взаимодействие, компенсация взаимодействий, инерциальная система отсчета. Все эти выражения, все эти понятия на слуху. Но давайте попробуем не спеша договориться, какой смысл мы вкладываем, произнося эти известные всем слова. Итак, проблема номер один. Какое поведение характерно для уединенных тел? Дело в том, что в нашем мире есть масса тел, и с ними что-то происходит. Наверное, разбираться с тем, как ведут себя тела в группе, будет легче в том случае, если мы вначале выясним, как вело бы себя одно тело. Если тело одно, то его поведение наиболее для него характерно. И именно это поведение не требует объяснений. Однако возникает вопрос, а что значит свободное тело или уединенное тело? Ну, на самом деле, в самом слове «уединенное» есть некоторый вариант решения этой проблемы. Наверное, свободным или уединенным телом мы будем называть такое тело, которое находится очень-очень далеко от всех других тел. Настолько далеко, что можно считать, что никаких других тел в мире вообще не существует. Так какое же поведение характерно для такого одинокого уединенного тела? Вот Аристотель считал, что для уединенного тела характерно состояние покоя. Если тело покоится, то не нужно объяснять, почему это происходит. Это естественно. Ну и в качестве примера приводились какие-нибудь камни, которые лежат неподвижно на земле. Для того, чтобы камень сдвинуть, его надо начать толкать, надо... И это уже требует каких-то объяснений. Кто толкает, куда толкает, как толкает и так далее. А вот когда камень предоставлен сам себе, он лежит на месте. Но ведь Аристотель был не совсем прав. Предоставленный самому себе камень не является уединенным телом. Он находится на поверхности земли. И, наверное, земля как-то действует на этот камень. Ведь если мы поставим камень на лед и толкнем его, то камень в какое-то время будет двигаться. Правда, со временем он остановится. Но если мы толкаем камень, заставляя его двигаться по песку и по льду, то после того, как наше воздействие на камень прекратилось, в случае льда, когда поверхность земли более гладкая, и она не так сильно влияет на поведение камня, камень больше времени пытается сохранить свое состояние движения. Это значит, что на земле тела уединенными быть не могут. А где же есть место в нашем мире такое, где тело находится далеко от всех остальных тел? На наше счастье, недалеко от нас, почти пустое место существует. Это космос. Там есть масса пространства, внутри которого практически ничего нет. И поэтому наше тело, для того, чтобы сделать его по-настоящему уединенным, по-настоящему свободным, желательно расположить где-нибудь далеко в космосе. Далеко-далеко от всех других тел. Но запускать тело в космос – это задача не такая простая с точки зрения техники ее решения. Зато в космосе изначально уже есть масса уединенных тел. Это одинокие звезды. Есть такие звезды, которые расположены очень-очень далеко от всех других звезд. На расстояниях в несколько десятков, сотен, а может быть даже тысяч световых лет. Наверное, такая одинокая звезда является хорошей моделью свободного тела. Так вот, вопрос состоит в том, какое поведение характерно для такой одинокой звезды. Если мы наведем телескоп на такую звезду и будем внимательно наблюдать за ее движением, то окажется, что такая уединенная звезда в нашем телескопе движется с ускорением. Если мы будем наводить телескоп на другие уединенные звезды, то окажется, что и они движутся с ускорением. При этом все ускорения одиноких звезд одинаковы. Они будут меняться в течение времени. Завтра эти ускорения будут уже другими, но между собой они будут оставаться одинаковыми. А вот если где-нибудь в космосе мы посмотрим на две относительно близко расположенные звездочки, то мы увидим, что они будут двигаться с ускорениями, но их ускорения будут отличаться от того общего ускорения, с которым двигаются уединенные звезды. Тогда возникает естественный вопрос. Что же это за замечательное общее для всех уединенных тел ускорение Ас-0? И вот догадка, в чем здесь дело, принадлежит Галилею. Он догадался, что в ускоренном движении с ускорением Ас-0 виноваты не удаленные тела, а мы с вами. Просто мы вместе с нашим телескопом не являемся уединенными телами. Рядом с нами есть Земля, Солнце и масса других тел. И именно из-за этого мы сами движемся с ускорением Минус Ас-0, которое все время меняется во времени. А нам кажется, что с противоположным ускорением движутся далекие тела. Согласитесь, такая концепция мира кажется куда более простой и правдоподобной. Уединенное тело движется без ускорения. А если тело с кем-то взаимодействует, оно приобретает ускорение. Вот в этом и состоит принцип инерции Галилея. С его точки зрения свободные тела не имеют ускорений, а тела, участвующие во взаимодействии, движутся ускоренно. Есть много формулировок принципа инерции Галилея. Звучит он примерно так. Так, всякое тело, всякое свободное тело находится в состоянии равномерного прямолинейного движения или покоя, а я бы сказал короче, движется без ускорения до тех пор, пока оно не вступает во взаимодействие с другими телами. А что значит вступить во взаимодействие? Это означает оказаться недалеко от него, в результате чего у тела возникнет ускорение. Этот закон, это свойство нашего мира называется законом инерции. Однако здесь возникает еще одна проблема. Мы договорились, что вся беда в том, наша беда, что мы видим, что удалекие тела двигаются с ускорением, она состоит в том, что мы сами не являемся свободным телом. Так вопрос состоит в том, а можно ли найти такого наблюдателя, для которого свободные тела движутся без ускорения, и для которого выполняется принцип или закон инерции Галилея. И вот здесь мы вплотную подошли с вами к формулировке законов Ньютона, чем и займемся на следующей лекции. До встречи на следующей лекции.